Начинаем наш выпуск с новостей о громких кадровых перестановках в правительстве страны и региональном руководстве. Сегодня Владимир Путин принял отставку нескольких губернаторов и сделал ряд важных назначений. Серьезными изменениями также подверглось территориальное деление страны. Обо всем подробнее расскажет Сергей Морозов. Сергей, насколько масштабны сегодняшние перестановки? Перестановки значительные, их много, и они затрагивают самые чувствительные области России. Но в большинстве случаев речь идет не об отставках, а о перемещении фигур с одних постов на другие. Итак, Калининградская область. Здесь новый в Рио губернатор. Владимир Путин назначил им Евгения Зинищева, ранее начальник областного ОФСБ. Человек с 30-летним стажем в КГБ СССР, работал и в Федеральной службе охраны. Прежний губернатор Николай Цуканов, делавший карьеру по государственной и партийной линии, переизбранный на должность менее года назад, подал в отставку по собственному желанию и переведен президентом на должность полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Этот пост ранее занимал Владимир Булавин, бывший сотрудник органов госбезопасности, в прошлом первый секретарь СОВБЕЗа России. Сегодня он назначен главой Федеральной таможенной службы России вместо Андрея Бельянинова. Андрей Бельянинов проходит свидетелем по делу о контрабанде алкоголя. Он подал в отставку по собственному желанию, и председатель правительства Дмитрий Медведев удовлетворил его просьбу. Предложена ли Андрею Бельянинову какая-то новая должность, не сообщается. Ярославская область. Эта область в рейтинге успешности российских регионов занимала одну из последних строчек, и положение губернатора считалось непрочным. Сегодня губернатор области Сергей Ястребов подал в отставку по собственному желанию. Отставка принята без назначения Сергея Ястребова на новый пост. В Рио губернатора Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова, который до сегодняшнего дня занимал пост замглавы МВД. Дмитрий Миронов потомственный военный, служил в Кремлевском полку, занимал должности в Федеральной службе охраны, выезжал в горячей точке и лично руководил операциями по пресечению коррупционных схем. Есть перемены и на юге России. Президент утвердил отставку губернатора Севастополя Сергея Миняйла. В регионе зрел конфликт властей и таким образом он погашен. Отставка по собственному желанию. Хотя сам Сергей Миняйла заявил, что она стала для него неожиданностью. Вместо него назначен Дмитрий Овсянников, бывший замминистра промышленности и торговли России. Тут военного руководителя заменили гражданским. Сергей Миняйла назначен полпредом в Сибирском федеральном округе. Ранее эту должность занимал Николай Рогожкин, бывший главком внутренних войск и замминистра внутренних дел. Сегодня же президент Путин упразднил Крымский федеральный округ и объединил его с Южным федеральным округом, поставив во главе нового образования Владимира Устинова. Как сказано, это сделано для улучшения управления, а также это знаменит собой полный переход Крыма, окончание переходного периода и переход его в состав Российской Федерации окончательно. Бывшего главу Крымского округа Оляга Белавенцева Владимир Путин поставил во главе Северо-Кавказского федерального округа, а соответственно, бывший глава Северо-Кавказского округа Сергей Меликов стал первым замдиректора Национальной гвардии. Среди прочих, президент Путин подписал указ об отрешении от должности в связи с утратой доверия Никиты Белых, губернатора Кировской области. Он был арестован еще месяц назад по подозрению в получении крупной взятки. Вместо него в Рио губернатора назначен Игорь Васильев, ранее занимавший пост главы Росреестра. И, наконец, в череде отставок и назначений не затерялся и указ об освобождении Михаила Зурабова от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла на Украине. Эту должность Михаил Зурабов занимал 7 лет. Временным поверенным назначен Сергей Торопов. Ксения. Спасибо. Сергей Морозов о громких кадровых решениях Кремля.